Всем привет! Как много от вас комментариев про толерантный Запад, геи Европу и толерантных украинцев. Спасибо за комплименты. Толеранты обидеть хотели? Знаете, очень плохо быть терпилами, а человек на самом деле должен быть толерантным. И вот почему. Толерантность – это способность человека адекватно оценивать себя и окружающих, предполагающее умение и способность уважать, принимать и признавать права других людей, их интересы, вкусы и свободу. Философский энциклопедический словарь дает следующее определение. Толерантность – это терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции. Толерантность означает принятие и правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывание своих убеждений другим людям. Бойся, старый мир! Лисон и истинной красоты! Истинной веры! Любопытно выглядят комментарии на эту тему в сочетании с ностальгией по порядкам, которые были в СССР. Еще Энгельс в «Принципах коммунизма» писал, что в будущем И сам Советский Союз имел шанс стать самой толерантной, раскрепощенной и свободной страной планеты. Не надо мечтать о какой-то свободе. Ее не было никогда свободно. Чей гимн сегодня мог бы напоминать хит шведской группы «Army of Lovers» в исполнении Бориса Моисеева. Вместе с пролетарской революцией в России произошла еще одна – сексуальная. Ленин не только отменил Бога, но также издал декрет о расторжении брака и отменил наказание за гомосексуализм. Советская Россия стала одним из первых государств, где было отменено уголовное преследование за гомосексуальность. Я же открываю тебе самые сокровенные. Я очень люблю. Кого, а? Ну, как кого? Тебе, конечно. Ты знаешь, Женька, когда мы сегодня с тобой спускались, мне показалось, что во всем мире настолько двое. Ты и я. Брак или сексуальный союз можно было расторгнуть без обоснования причин. А декрет о гражданском браке провозглашал. Российская республика впредь признает лишь гражданские браки. Всем известная своим остроумием советская дипломат и первая в истории женщина-министра, а также идеолог сексуальной революции Александра Калантай писала. Надо разрушить все лицемерные запреты отжившего кодекса сексуальной нравственности. Пора сдать в архив эту ненужную стеснительную ветошь. А также говорила, переспать с мужчиной должно быть так же просто, как выпить стакан воды. Калантай и Цепкин заимствовали эту аналогию у французской писательницы Жорж Санд, которая писала, «Любовь как стакан воды дается тому, кто его просит». Идея удовлетворения инстинктивной потребности без всяких условностей, как утоление жажды, получила большую популярность среди молодежи. Советские комсомольцы требовали. Комсомолка даешь товарищу. Все, что нужно тем, кому всего 20 лет. Если не даешь, ты мещанка. Даешь молодежи от Москвы до Камчатки. Российский коммунистический союз молодежи поддержал идею свободных нравов и включил свой устав в параграфы о половых отношениях, по которым, если комсомолец регулярно участвовал в общественной работе и своевременно вносил в членские взносы, каждая комсомолка была обязана отдаться ему по первому требованию. Интернет пестрит информацией о сексуальных правах комсомольцев в первом уставе РКСМ. Я специально нашел этот устав, оказалось, что это выдумка. Ничего подобного в нем нет. Другая известная выдумка – это так называемый декрет о социализации женщин, предположительно сфабрикованный в 1918 году неким Михаилом Уваровым, владельцем чайной в Саратове, как пародия на примитивный коммунизм. Однако фикция показалась большевикам привлекательной. Они использовали ее для своих преступных деяний, в результате которых подверглись насилию и были убиты молодые несовершеннолетние девушки. Когда о декрете узнали западные журналисты, газеты Европы и США буквально взорвались сенсацией, публикуя статьи под громкими заголовками «Большевики отбросили Россию на задворки цивилизации». Декрет распространился по многим городам Советской России в разных вариациях. Например, в Екатеринодаре, сегодняшнем Краснодаре, декрет Саратовского губернского совета народных комиссаров об отмене частного владения женщинами напечатали в известиях и расклеили на столбах. Вот некоторые выдержки. До сих пор законные браки служили серьезным оружием в руках буржуазии в ее борьбе с пролетариатом. Благодаря им все лучшие экземпляры прекрасного пола были собственностью буржуев-империалистов, и такой собственностью не могло быть не нарушено правильное продолжение человеческого рода. Поэтому СГСНК постановляет, Отменяется право постоянного владения женщинами, достигшими 17 лет и до 30 лет, кроме замужних, имеющих пятеро и больше детей. За бывшими владельцами и мужьями сохраняется право на внеочередное использование. Женщины изымаются из частного постоянного владения и объявляются достоянием всего трудового народа. Граждане мужчины имеют право пользоваться женщиной не чаще четырех раз в неделю и не более трех часов. Каждый член трудового народа обязан отчислять от своего заработка 2% фонд народного поколения. Каждый мужчина, желающий воспользоваться экземпляром народного достояния, должен предоставить от рабочего заводского комитета или профсоюза удостоверение о своей принадлежности к трудовому классу. Все женщины, объявленные народным достоянием, получают из фонда народного поколения с помощиствования в размере 280 рублей. Местные комиссары на основании сфабрикованного декрета выдавали следующие мандаты. Мандат. Предъявителю сего товарищу Карасеву предоставляется право социализировать в городе Екатеринодаре 10 душ девиц возрастом от 16 до 20 лет, на кого укажет товарищ Карасев – главком Иващев. В Саратове через несколько дней после расклеивания декрета возмущение населения переросло в бабий бунт. Анархисты разгромили чайную автора декрета, а самого его убили. Советские издания за рубежом еще долго открещивались от преступлений большевиков, совершенных по этому декрету, опровергая факт существования официального документа и обвиняя Запад в том, что он непримечательную статейку в местной газетенке раздал в сенсацию, очерняющую СССР. Стоит отметить, что статья была изначально опубликована не во всесоюзных известиях, а в одноименной местной газете Екатеринодара. Однако впоследствии ее переиздавали также и в официальных газетах, например, в Волынске Саратовской области. В связи с чем Жак Садуль, французский офицер и деятель международного коммунистического движения, в личной беседе с Троцким выражал свою обеспокоенность. Лев Давидович с улыбкой заверил Жака. Вряд ли в советском правительстве кто-то всерьез подумывает о таком декрете. Но фиктивный декрет обрел силу в ряде областей и проведенное впоследствии расследование вскрыло ужасающие факты. С начала НЭПа начался новый всплеск проституции, которая практиковалась практически открыто представительницами всех слоев общества. Появились лозунги «Жены, дружите с возлюбленными своего мужа». Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует жене своих товарищей. Калантай писала, «Такой пестроты брачных отношений еще не знавала история. Неразрывный брак с устойчивой семьей и рядом приходящая свободная связь. Тайный адюльтер в браке и открытое сожительство девушки с ее возлюбленным. Брак парный, брак втроем и даже сложная форма брака вчетвером». Герберт Уэллс, посетивший революционную Москву, удивлялся тому, как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма. Излишне просто. В 20-м году на территории Советской России разрешили аборты, но их количество выросло настолько, на одно рождение приходилось три аборта, что начали вводить ограничения. В 24-м году разрешение на аборт можно было получить только у специальной комиссии. А еще в 18-м году в Петрограде состоялось шествие лесбиянок. По воспоминаниям Троцкого, Ленин узнал об этом, радостно воскликнул «Так держать». «Товарищи!» Шествие было посвящено годовщине декрета о гражданском браке, о детях и о введении к них актов состояния, отменявшей законную силу церковного брака как буржуазного пережитка. Представительницы ЛГБТ-сообщества Советской России называли все нормы приличия с их сдержанностью, моралью, моногамией устаревшими. Брак нарекли инструментом социального неравенства и оружием в руках буржуазии. От общей тенденции не отставали и советские нудисты. В 20-х годах действовало для кого-то прогрессивное, для кого-то радикальное общество «Долой стыд». Его члены проводили в Москве вечера обнаженного тела, устраивали шествия, во время которых проходили по улицам Москвы совершенно нагими или с лентой с надписью «Долой стыд». Отметились также голыми маршами по Красной площади, успели провести акции в нескольких городах России и в Харькове. Они называли себя «Детьми солнца и воздуха». Эти «Дети солнца» появлялись в людных местах, пытались пользоваться общественным транспортом и даже заходили в государственные учреждения, в чем матер дела, из-за чего подвергались избиениям и вызывали возмущение советских граждан, которые не были готовы изжить в себе чувство стыда, как проявление ханжества. Опыт не удался, и властям пришлось прекратить это бесстыдство. Пришел товарищ Сталин и вместе с остальными свободами запретил и все эти вольности. На смену лозунгов о либерализации отношений и равноправии полов пришел новый – семья, ячейка общества. И мы до сих пор помним, что в СССР не было секса. Пора. «Сплетаемся в объятиях братских, крепкие руки, крепкие тела обхватывают. Целуем друг друга в уста, молча целуем по-мужски, без бабских нежностей. Целованием друг друга распаляем и приветствуем. Зачерпываем мази густой, ароматной, мажем себе удой. Гойда, восклицает батя. Гойда, Гойда, восклицаем мы». «Гойда, братья и сестры, Гойда!» «Это пидоростия!» «Бойся, мы идем!» Сегодня на улицы Москвы вышли тысячи националистов. Они требовали отменить статью Уголовного кодекса о разжигании межнациональной вражды. Жители красно-коричневой России, прославляющие сегодня советское прошлое и возмущающиеся гей-парадами в Западной Европе, называя их «изобретением гнилого Запада», должны знать, что первые в Европе парады геев и месбиянок организовали и провели в 20-е годы красно-голубые коммунисты в Петрограде и в Москве на Красной площади. В первых рядах шли голые члены ЦК Российской коммунистической партии. И приветствовал их сам Ленин. По поводу Европы. Не согласен со стереотипом многих россиян о том, будто Европа – это какой-то рассадник разврата, который они якобы распространяют на нас. Зачем далеко искать этот рассадник, когда у нас не так давно была одна большая общая культурная столица? Не только в советские времена. Дружба на фоне голубого-голубого неба. И на высокой-высокой горе стоят, обнявшись, два комсомольца. Но их царские, а в клятой Европе про нравы жителей Москвы хорошо знали еще в Средневековье. Европейские путешественники, купцы и дипломаты, бывавшие в Москве, писали о развращенных нравах московитов, которые высмеивали иностранцев за их излишнюю скромность. В 16 веке принц Даниил фон Бухау, или Даниил Бухов, советник августейших императоров Максимилиана II и Рудольфа II Священной Римской империи, было такое что-то вроде европейского СНГ с X по начало XIX века, и дважды чрезвычайный посол у Ивана Васильевича, великого князя московского, писал. Московиты легко поддаются похотливой страсти и часто оскверняются прелюбодеянием, проституцией и гнусным садомским грехом. Их традиции, их культура, их история, которая передается из поколения в поколение и впитывается всеми нами с молоком матери. Нет ничего удивительного, что с Октябрьской революцией все это снова заявило о себе. В Европе мы видим ЛГБТ, потому что им не нужно прятаться. Уверен, что если повторить опыт Ильича, то рядом с флагом РФ будет развиваться радужный. Лучше послушайте, что сегодня говорят в Западной Европе по поводу гомофобии в Восточной Европе и главным образом в России. Ученый из Берлина Мартин Данникер, исследующий вопросы сексуальности, сказал по поводу геев, что их ненавидят за то, что они олицетворяют пассивность. Эту дручающую обреченность на пассивность разделяет вся нация, с которой они себя соотносят. Ее получают, ущемляют, делают пассивным получателем материальных благ от Запада. Одним словом, из нее делают женщину. У нас везде какая-то зияющая дыра. Резиновая попа. Такая уникальная цивилизация у нас. К тому же социальный спад, который пришлось пережить многим людям, воспринимается как потеря потенции. От нашей собственной безалаберности и слабости все проистекает. У нас нет гей-парадов, как у вас в Украине. И Дон Передон. Вслух не хочется говорить, что пишут. Многие россияне, они же как? Если что не нравится, я не такая, я жду трамвая. Если Путин всячески пытается подавить и спрятать это, это не значит, что этого нет. Нет, было, есть и будет. Тем более, что из всех 15 бывших республик, великая и могучая в этом отношении всегда была в авангарде. Еще гей-клубами упрекают. Чего это вдруг? В 93-м году в Москве открылся первый российский гей-клуб Шанс. Еще недавно в Москве было больше 10 гей-заведений и несколько клубов, ориентированных на тематическую публику. Но такому мегаполису, в котором больше полумиллиона геев, практически столько же, сколько во всей Украине, этих заведений не хватает. Неужели поэтому так интересуются? Вот что там украинцы? А по поводу шествия ЛГБТ-сообществ хочу пояснить, что на них собираются совсем не обязательно одни только геи. Это акции за гражданское равноправие и против дискриминации всех людей, вне зависимости от сексуальной ориентации. В них участвуют активисты, правозащитники, люди с активной позицией. Из общения с моими европейскими друзьями я узнал, что большинство людей, которые приходят на такие акции, не относятся к ЛГБТ, а приходят, чтобы поддержать равноправие. Лично у меня смешанные чувства на этот счет, но я и не ставлю цель поддержать какую-то сторону. Это видео совсем о другом. Саша, как это у вас нету? Российские гей-сообщества, правозащитные организации. Еще в 1989 году в России была создана Ассоциация сексуальных меньшинств, провозглашающая равенство гражданских прав гомосексуалов. В Москве в 2005 году организован всероссийский правозащитный ЛГБТ-проект «Гей Раша». Всероссийская кампания за однополые браки, гей-парады, прайды, пикеты, митинги, шествия, флешмобы и другие публичные мероприятия проводились в России постоянно, как минимум с 2006 года. В 2008 году московские ЛГБТ объединились с белорусскими в совместный славянский гей-прайд, который проходил в Москве и Минске. Еще через два года к москвичам присоединились питерцы. В 2010 году прошел санкт-петербургский ЛГБТ-прайд. В Украине созрели на проведение марша равноправия в 2012 году, но марш был отменен. И только в 2015 году, через 9 лет после московского гей-парада, на Аболонской набережной Киева прошел небольшой марш. Собрал примерно 250 человек. В последующие годы марши были более многочисленные, но первые годы полицейских было в разы больше, чем участников марша, так как на марши также приходили националисты с дымовыми шашками, сжигали символику ЛГБТ и не давали продолжать шествия. Пока что достижения украинцев в этот шесть раз удалось собрать людей на марши. Организаторы безуспешно приглашали Владимира Зеленского присоединиться к митингу. Мне кажется, что на сегодняшний день российские СМИ сделали для украинского ЛГБТ-сообщества намного больше, чем кто-либо в Украине. Они получили колоссальное освещение своих маршей в новостях и соцсетях. Ну подожди, ну подожди, мы хотели как лучше, а вы опять за свое. Мы насмотрели митингов, прости господи, не первые уже. Многие мои знакомые в России упоминали, что среди их знакомых есть совместно проживающие однополые пары. У меня широкий круг общения, но я не знаю ни одной такой украинской пары. По данным газета.ру, в России более 200 тысяч однополых пар. По данным Левада Центра, у 11% россиян есть знакомые к гомосексуальной ориентации, у 87% нет. Это примерно 16 миллионов россиян нетрадиционной ориентации. Это половина населения Украины. Какая там гейропа? Украинцы, зная, что Россия в этом плане – это локомотив, идущий впереди всего постсоветского пространства, что этот российский поезд – самый поездатый поезд, видя, как Питер конкурирует с Москвой за право называться гей-столицей, как другие города спаливают это звание, считая, что тоже могут потягаться, когда, например, в 2018 году Новый Оренгой стал 311-м городом России, подавшим уведомления о проведении ЛГБТ-митингов. Украинцы же не называют россиян? Да, 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 да. В отличие от таких комментаторов, которые ищут в чужом глазу соринку, не замечая в своем бревна. Но то явление, которое россияне приписывают украинцам – это как раз то, о чем бьют тревогу российские правозащитники. Командиры роты специального назначения ГРУ не просто били солдат, срочников и контрактников, они их связывали и насиловали. Эти материалы шокировали огромное количество людей внутри России. И последние недели мы очень активно опрашивали бывших военнослужащих, которые проходили службу по контракту, то есть срочную службу. И практически все они так или иначе рассказывали об угрозах изнасилованием, о пытках, о том, что вновь прибывших беспричинно избивают, и дальше потом они встраивают в эту систему постоянного насилия. И все это происходит под контролем командиров. И только ответственные и порядочные командиры это каким-то образом минимизируют. Это система унижений. И подтверждение этому бойцы ВСУ нередко видят даже в зоне боевых действий. Мы все с уважением относятся к чеченским братьям, но имеют место неоднократные факты сексуальной насилия с их стороны над нашими бойцами. Рамзан Ахматович, мы не шайтаны и не должны терпеть унижения чеченцев. Лучше про любовь, но отдельно и до. Только поговорим, я расскажу тебе, но мне неудобно. Но я живу с тем, с кем я люблю. Часто в комментариях россияне чертят координаты X и Y у других за щекой, во рту. А у кого что болит, тот про то и говорит. Такие граждане РФ выдают желаемое за действительное и предпочитают не замечать, что у них во рту. Если отбросить эмоции в сторону, то их даже можно понять. Особенно те, кто пишет из глубинки. Прожить всю жизнь не имеют ни желания, ни воли что-то изменить. А тут еще и какая-то 21-я армия нагибает вторую армию мира. Кстати, в процессе ВСУ продвинулись до 15-го места. Неудивительно, что народ, который не знает, что такое толерантность, вместо того, чтобы... А задуматься логически, от кого защищать, кто на нас напал, или на какой земле ты хочешь защищать родину свою, зачем ее защищать. Это... на это мозгов не хватает. Идти умирать, ну вот на это хватает. Попытаться остановить войну, чтобы не гибли люди, чтобы посадить в тюрьму своего вора и тирана, который введет страну по этой же оси координат. Вам его посадить надо. Наказать надо из армии. Выгнать всех тех, кто исполнял преступные приказы. Вам надо риторику сменить коренным образом. Вы не готовы. Ну, да ведь? Не готовы. Не можете. Ведь даже большинство россиян, которые против войны, они как? Мы против, но раз связались, то надо уже дать пиндов, и неважно, кто прав. Разве не так? Обязательно нужно унизить, чтобы не так было обидно за себя и родину, да? И тогда с бананом вам и дальше жить. Саша, скажи мне, как это называть? Если где-то там в армиях Запада это случается по обоюдному согласию, то в российской армии хочешь ты того или нет? Нравится, не нравится? Терпи, моя красавица. Вот это мы и называем тем словом, которое ты написал. Правильно писать? Пидораз. Да-да, правильно. Пидораз. Но еще раз, 16 миллионов. Вы понимаете, какой вы будете силой, если объединитесь? Это шанс снова совершить двойную революцию. Если вы только объединяетесь, вас никто и ничто не остановит. И позор будет нормальным российским мужикам и бабам, которые боятся или импотентны, чтобы свергнуть тирана. Еще хотел сказать по поводу картинок в этом видео. Сегодня фотографий после революционных ЛГБТ парадов нет. Они либо были уничтожены при Сталине, либо что-то осталось в архивах. В свободном доступе то, что вы видите в статьях и в этом, и в других видео, марширующие парни в шортах, это физкультурники. Девчата тоже с какого-то обычного парада. К чему вообще все это? Понимаете историю не избирательно? А как было? Чтобы не показывать пальцем на других, не порождать в себе человеконенавистнические взгляды, чтобы не заниматься фальшивым самовозвеличиванием, чтобы не становиться фашистами, чтобы не идти войной против других народов, чтобы научиться быть толерантными, жить по-человечески и стать людьми. Когда вся эта чертовщина закончится? Продолжение следует...